приветствую вас дорогие зрители у микрофона григорий продолжаем играть в игру the lone dark и у нас в прошлой серии была ночевка в этой пещере и надо сказать что она прошла в принципе неплохо но за исключением того что у меня здесь сейчас очень холодно все-таки упала температура так риск переохлаждения действительно костер нас особо но изначально у нас не спасал вот но я хочу сказать что рассчитывал я именно на тепло наверно от того что пещера защищать нас от кромешного холода казалось что не совсем так так заберем спальник ну что же давайте посмотрим что у нас здесь жажда голод и так голод нормально у нас а сырые кишки так это дело тут тоже у нас ничего не сохнет к сожалению так поэтому и забираем и наверное что делать ну я думаю что минус 5 у нас серьезное серьезное охлаждение пока риск только переохлаждение да и давайте пока есть у нас еще выносливость пока сохранилась выносливость уберемся из этого ущелья а мы сейчас напоминаю находимся вот этом прекрасном прекрасном ущелье в который свалился поезд и мы видели уже в прошлой серии его поэтому давайте забирать тоже прутики конечно по ходу будем дело вот но давайте отсюда выбираться потому что убираться нам надо будет еще по канату по веревке по канату не знаю по тросу как угодно и это потребует нас много сил поэтому смотрите у меня сейчас все-таки падает состояние общее вот давайте отсюда быстрее убираться для нас это очень важно так возьму падает она из-за переохлаждения кстати давайте посмотрим а не могу я здесь поставить допустим тот же самый костер да и попробовать так о давайте здесь муж костер разведем правда погреемся нормально согреемся сколько нас три прутика три прутика мало давайте тогда поищем может быть еще что-то три прутика другой стороны знаете ли тоже не хочется здесь задерживаться ведь подниматься надо нам и вот это вот потери времени может сказаться на на был на общей усталости и тем самым естественно мы рискуем здесь задержаться задержаться здесь конечно не очень бы хотел что что ж давайте пойдем скорее взбираться потому что дело у нас здесь серьезное так и кстати холод серьезный очень быстро тратится у нас силы поэтому сейчас наверно поднимемся вот сюда ой сильный очень очень сильный мороз как на уступ выйдем так вышли на уступ отдыхаем отдыхаем на уступе вроде здесь так и смотрю защита от ветра нет от холода переохлаждение друзья переохлаждение не очень-то холодная погода не очень-то хорошее дело для нас потому что сейчас укрыться укрыться практически негде и соответственно я теперь должен подождать здесь пока немножко согреюсь хотя бы нет ну как согреюсь отдохну верней так давайте давайте наверно продолжим я так думаю что падает очень у нас до силы и быстрее быстрее вроде под накопили немножко силы падает и здоровье падает все от холода вообще тут сейчас уже восемьдесят семи здоровья у меня как-то это знаете ли не здорово главное что внизу у нас нету достаточного количества этих дров вот что в чем беда так поэтому что у нас минус шесть уже и яй ай-яй-яй так вот есть костер что если здесь нет здесь здесь тоже дров нет уже вижу тут есть кое-что очень сильно почему-то холодно стало когда ложился спать здесь вроде было ничего но теперь уже становится просто очень холодно для нас что что по-моему ничего нет давайте тогда быстрее уйдем отсюда почему-то после этой ночи не наблюдает здесь никаких таков кстати мог есть этот решайник вернее решайник все пусто и у нас здесь вот этот переход после ночи не наблюдаю достаточного количества почему-то дров обалдеть обалдеть высота какая главное сейчас нам продержаться на холоде так экономлю силы но как вот здесь например можно было бежать но опять же силу тоже бы экономить не помешало бы так выходим на железнодорожные пути так о есть у нас здесь кое-что давайте наверное найдем укрытие какое-то укрытие укрытие где этот найти то это укрытие но легко найти укрытие только не получается на практике я сейчас пробую да вот там у нас по моему если друзья не ошибаюсь там есть пещеры если есть пещера давайте тогда пройдем туда скорей так если растопка растопки вот полно а вот веточек не хочу стоять здесь крушить эти ломать вернее палочки вот вот эти вот ветки да я хочу вот просто прутиков набрать то есть обычного хвороста так 77 уже у меня здоровья и она действительно действительно падает очень быстро что мне нравится по-моему где-то тут что тебя видел только пещер было во 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 по-моему вот эта пещера лишь там никаких медведей не будет в конце концов я тут есть сгоревший костер сожжено ну ладно так минус 2 сушки минус 2 а дальше будет ли здесь так плюс плюс 8 тогда я думаю что я полный от холода вообще такая усталость жуткая просто давайте просто растут плюс 8 я просто наверное посплю почему тут в той пещере было очень у нас очень очень холодно очень холодно оказалось под утро то есть когда мы ложились там тоже была неплохая температура подходящий для того чтобы поспать но вот сейчас здесь оказалось что совсем так тепло есть давайте еще наверно час поспим да давайте пару часов отдохнем так 7 79 т ну ладно немножко здоровья взял себе вернул скажем за счет этого так по-моему сильный ветер что тепло есть 15 градусов неплохо даже костер не пришлось разжигать но у нас там сильный ветер да друзья это 15 градусов у меня что же давайте я думаю тогда еще подождем почему нет может быть нам конечно не скоро там этот переменится погода ну два часа вполне будет нормально нам поспать и и я так понимаю что усталость у нас тоже прилично остановилась нет не проходит к сожалению пурга погода не меняется ладно рискну еще поспать один час можем все таки утихомириться может не такой сильный ветер нет не вижу улучшений никаких ну что ж тогда пойдем наверное да у нас есть силы у нас запас еды слабый но зато есть сила кстати и ветер переменился я теперь могу идти вдоль вот этой стеночки вроде как немножко чумбы нет пройдем насколько можно да чтобы не попадать нам под пургу так мы тоже заберем мало ли вдруг вдруг это экстренно понадобится потому что ну что совсем без топлива ходить это знаете ли как совсем опасно я бы сказал так так кролики бегают да вот здесь вот таких вот в районе таких скал где можно где узкие проходы очень хорошо ходится на кроликов потому что мы могли бы поставить тут ловушки так а я друзья напомню напомню вам что иду я в обратном направлении в сторону своего убежища основного и там собираюсь наверное пожить пока ну не знаю там еды много в принципе и нужно все таки ее как то подъедать потихонечку да да против ветра идти приходится сейчас да против ветра идти это нехорошо очень медленное движение происходит да да мне надо дойти вот до этого тоннеля кстати тут ну что да тут особо ничего нет там спуститься никак нельзя думаю может такой тайник есть да нет вроде особо ничего нет ну 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 ух вроде дошли так температура у нас 9 градусов и это здорово потому что мне не хотелось бы сейчас оказаться в ситуации когда у меня опять бы началась гипотермия ведь надо сказать что мы от нее только избавились тем не менее потеряли все равно часть здоровья ну ну что делать друзья что делать без этого по-моему никак почему опять опять дует что сильно можно так захотела есть что ж поделать я как раз иду в том направлении так а что у нас по времени 4 часа дневного времени осталось о это не очень то мне кажется много для такого перехода потому что нам спускаться еще с горы долго так вот сейчас мы ущелье с железной дорогой начнем отминовать так так опять дует вот ветер прям в лицо очень тяжело идти и мне тут как раз хорошо хоть не сдувает нас потому что если бы например там такой сильный ветер был да и нас бы двигало еще об этим ветром там ну не знаю сносило бы внезапно какие-то резкие такие движения стороны в сторону возникали бы да ну то есть как вот от ветра то здесь вот сейчас бы идти было вообще страшно просто потому что здесь там хоть ветер идет мы идем ветер дует у нас немного замедляет но при этом он мог бы еще и нас ну как бы порывы ветра да там толкать потому что в этих регионах по идее должны быть очень сильные ветра зимой вот и в наших таких же регионах таких холодных тоже такие порывы ветра что там людей люди еле стоят на ногах и это кстати не шутки потому что если бы такой здесь сейчас был трудно было бы перейти а я тем временем пытаюсь сейчас вот здесь да как то все вроде удачно прошло и надо сказать что сейчас у меня открывается вроде как пока свободная дорога вот в новую в ту локацию из которой мы начинали путь напомню я еще раз иду к себе в этот старую локацию для того чтобы во первых там потратить какое-то количество запасов ведь мудрено что там есть у меня мясо и оно портится постепенно так покинуть ущелье так а я это как его я сейчас покинул ущелье да и мы вот вернулись уже в ту локацию с которой мы с которой с которой мы начинали путь к загадочному озеру так здесь у нас возникают другие трудности здесь уже конечно а хотя у нас жажда еще мучает вроде есть у нас еда пока есть это хорошо но здесь есть опасность животных животных которые могут быть агрессивны по отношению к нам и конечно бы мне не хотелось бы с ними встречаться поэтому я сейчас наверное дойду до до вагончиков там есть вагончики за мостом опять водопад у нас за мостом есть вагончики и мы попробуем с вами там наверное выгрузить часть каких-то вещей я думаю это будут шкуры пусть они там лежат потому что это скорее всего не надо будет все таки перетаскивать их туда-сюда и в конечном итоге в конечном итоге я их обратно понесу потому что сейчас я их несу в эту сторону только потому что мне там их некуда было деть не хотелось оставлять их просто лежать где-то в вагоне вагоне там какие-то вагоны были же перевернутые можно было их там оставить но я честно говоря переживаю за них все-таки это шкура это ценная вещь здесь в этой игре я хочу их оставить именно там где они заодно бы еще и сушились вместе с кишками так здесь противно не смогу было очень обидно что вот здесь я не могу пройти не люблю я вот такие места честно говоря в играх где очевидно мы могли бы пройти но пройти не можем так все добрались до до вагончика здесь мы и так уже оставляли кое-что так высушенная молодая береза вот кстати вот это наверное можно было бы забрать и туда на базу который сейчас у нас так что такое желудок ага это она переживает что руководство по стрельбе очередное руководство да вот но пока оно тут мне не надо что здесь все это пока оставим у себя патроны да фаеры не знаю как насчет пистолета вот это вот сигнальный пистолет это конечно здорово для запуска сигнальных ракет в воздух стреляет вот факельными ракетами оружие не заряжено так проблема в том что это все может нам пригодиться на базе а может и не пригодится взглянем на то что у нас из еды есть наверное мы могли бы здесь сбросить допустим вот этот рацион который 1750 калорий дает да почему нет я думаю я могу сбросить здесь просто для запасов пускай здесь будут запасы сброшу вот эту вот галеную говядину да так это что у нас шоколад и орехи отлично я думаю вот это тоже сбросим потому что все таки мы можем и так без этого обойтись оставим сюда вот немножко сортирую книги которые которые на росток только так это со стола убрать да пускай так кстати можно было бы наверное и веточки здесь выложить почему нет пускай все здесь сохнет аккуратненько я тем самым создаю все-таки какой-то порядок но здесь в принципе могло бы показаться что мы уже совсем молодцы но мы еще не совсем молодцы потому что нам надо все-таки нам надо еще добраться до жилища так вон кишки пускай наверное на полу будет так это у нас рацион питания индивидуальный батончики главное что здесь никто это не возьмет вот что это самое ценное и это нас спасает потому что если бы кто-то разорял бы наши эти запасы было бы вообще замечательно в кавычках так истощение у меня 16 градусов тепла вроде тепло это хорошо но я думаю что в любом случае мы можем с вами попробовать добраться до дома вот и я надеюсь у нас это получится так в принципе в принципе погода лучше стала хлопья снега летят это говорит о том что ветер не такой сильный хотя вот опять он вроде как усиливается сейчас моя задача избежать встречи с хищниками так давайте посмотрим так осторожней все таки ей тяжело еще при том при всем так а я что то не вижу что здесь кто то был и это вот в этой игре всегда пугает отсутствие кого либо заметного да на фоне снега потому что это говорит о том что скорее всего кто то где то рядом есть но мы его пока не видим из-за этого есть опасность что он увидит нас вперед наверное ну да быстрее нас и нам от этого будет плохо так а еще здесь конечно тяжело от кого то убегать потому что потому что бывает что бегать бегать некуда так дорога вроде тут это вот промышленная дорога да вот это вот промышленная дорога да лесовозами разбитая классно конечно так аккуратненько смотрим так есть вагончик друзья есть вагончик внизу и мы теоретически с вами можем попытаться здесь заночевать почему нет я тоже не знаю почему нет вот отсюда неплохой обзор открывается вот с этой с этой дороги так давайте так будет что сегодня мы никого не встретим сейчас по идее друзья никто не нужен нам бы хотелось чтобы нас оставили в покое правда есть и надеюсь что так и будет так что ж я соберу вот эти еще прутики но в случае они нам пригодятся потому что мало ли да очень метет сильно и надо как-то нам прятаться потому что не знаю к счастью к сожалению сильные порывы ветра мешают нашему нашему состоянию нашей одежды и это не очень хорошо потому что конечно постоянно одежда рвется то есть он портится так два часа у нас времени спальный мешок 27 минут 90 калорий обалдеть а подушка 9 минут 30 калорий где ткани ну давайте я просто хочу убить немножко время потому что во-первых нам нужны ресурсы для ремонта вот во-вторых все равно здесь я думаю будет правильным остаться здесь правильно ведь не идти сейчас не идти непосредственно вперед потому что так 8 минут 25 калорий да а тем более мы же калорий не тратим так что можно все это собирать спокойно полка так думаю даже можно так кровать все кровать а вот подушка кстати да вот что то это нельзя взять а вот эту подушку спальный мешок 27 минут 90 калорий но у нас поскольку нет самок уже никаких калорий мы просто собираем все менее часа дневного времени ну что ж я думаю что такая погода серьезная и наверное стоит нам кстати вот это мясо 08 да можно попробовать его испытать как приманку не будем его есть 80 так это у нас да 80 80 грамм мяса так это килограмм у нас давайте туда подъедим это все так неплохо сейчас докушаем а неплохой запас питания оказался у меня так делаем ну да пьем на ночь и наверное я думаю лягу спать так это наверное часов 9 да нам хватит 540 калорий бонус теплу вроде тепло хорошо а давайте даже 540 хватит калорий да так ложимся спать друзья и давайте сейчас посмотрим какой день у нас во первых будет так вот проснулись полностью выспавшись это плохо это плохо потому что получается что есть нельзя да развалить ой свежая оленина приготовленная да здесь мы развести ничего не можем плохо что мы проснули давайте попробуем еще часов поспать мы не стали обалдеть ладно покинуть жилой вагончик посмотрим что на улице происходит есть что не на не нашу сторону ветер да ну практически у нашего да отдел тут нечего друзья поэтому наверное попробуем вернуться и лечь опять спать не устали давайте тогда я побегу немножко для того чтобы вот вперед назад не знаю видно вам тут или нет но у меня сейчас ночь вагончики а подождите давайте ка попробуем тогда что-нибудь разломать почему нет если надо потратить так полка полка это у нас часть 30 обалдеть ломать топором нет не хочешь спать не хочешь спать никак ничего тут у меня мелкого боли не осталось что ж такое то так ну не полку же ломать час 30 300 калорий потратить на это так усталости нет тогда давайте еще спринтанем немножечко побегаю 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 по вагончику заодно согреемся хотя здесь по моему это не играет значение вроде как задышал о наконец действительно действительно можно немножечко побегать и при этом уже нам позволит тогда поспать так опять погода никакущая это плохо теоретический запас питания у нас есть да и все равно я еще не могу ну чтож опять что ли мне бегать да видимо я просыпаюсь совсем выспавшись каждый раз и погода не меняется сейчас прям до усталости полный это стамину сейчас вытрясу так уже бегать не могу давай-ка теперь ложись спать о слушайте ну можно немножко да так вот побегать туда-сюда вот так вот и при этом так поменялся а еще два часа ночного времени поменялся звук не такая видимо метель сейчас выйдем на улицу посмотрим что там если может быть приемлемо то мы двинем в путь хотя да нет неприемлемо неприемлемо два часа ночного времени так встану за это посмотрю температура минус восемь ну серьезно да серьезные дела так защищает меня там вроде защищает нас от холода я сломаю я сломаю эту ветку о минус 9 немножко даже подмерзли слушайте ну пожалуйста поспи еще немножечко вот видите кстати в этой игре получается что бороться приходится не только с какими-то такими внешними факторами но и даже с самим собой нет не хочет так опять побегаю может быть мне бы хотя бы света бы или хотя бы ветер убрали бы но в такой ветер невозможно ходить придется бегать опять бегаю туда-сюда два часа а неужели так меньше час ночной время ну ладно другое дело другое дело уже все 1100 калорий обалденно вроде как ветер не шумит и это говорит о том что мы теперь может быть и сможем двигаться дальше минус 13 минус 13 друзья я по-моему не очень обдуманно решил пойти но это прям такое импульсивное желание у меня было что пойти и все потому что надо добраться минус 14 да что такое то что за холод чудовищный почему так но холод был бы пол беды если бы только он бы нам угрожал пока я не вижу здесь никого возможно над этим пользоваться честно говоря справа у меня какой-то этот барьер такой вот да хотелось бы мне на него вылезти но я думаю что может быть и не стоит не вылазить так как могу спугнуть кого-нибудь так тоже бегать не стоит наверное подождите это мы где а это мы кстати что-то высоко как-то забрались я вижу так ворон да вороны тут беснуются и внизу у нас там тело судя по всему но скорее всего я тут должен был быть уже наверное да уже да скорее всего я тут был главное что мы с вами не так далеко находимся от дома но проблема в другом в том что так что я застрял проблема в том что очень холодно очень холодно очень быстро у меня заканчивается запас энергии поэтому и соответственно мне приходится как-то постоянно думать о том что что скорее бы попасть домой а вот скорее не всегда получается кстати подождите а что тут вот такое наверх то поднимается а друзья по моему наверху там вагончик какой-то вагон да 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 там же вагончик у нас наверху попробуем тогда вниз пойти по моему здесь как раз дорога вниз должна быть и в связи с этим какие-то точно постройки есть главное что там волков не было потому что волков медведь конечно хуже чем волки это бесспорно но медведей очень мало здесь с ним встретиться достаточно тяжело бывает лицом к лицу а вот волки они тут все заселили так склад бревен ну что ж неплохо добрались вот до склада бревен так наверное нашей героине можно даже немножко погреться тут посидеть 20 градусов ну кстати да так оно вообще неплохо греется давайте соберем тогда этих штор они нам в любом случае пригодятся так занавеска хоть ничей нож он снова отогреется и проведет время с пользой так ствол стул 45 минут тостер да все тут уже облазили так еще занавеска ну это для крафта крафт ремонт скорее ремонт даже да не крафт это скорее ремонт надо будет еще подумать о том что так металлическая кастрюля это металл собрать да сковорода вы знаете как я что то сейчас мне такая мысль пришла я вот смотрю как тут быт отражен в этой игре я понимаю что например часто в играх вижу что например показывают наши деревенские дома такие и в них совершенно просто отсутствуют какие то следы реального быта потому что никто даже ни разу тот кто делает эти игры никогда не был в деревенских домах то есть какие то есть атрибуты признаки того как это бывает но большинство уже не видела это все игры делают городские люди так а я был раньше все таки в детстве часто в деревне был вот в разных домах там я видел много чего поэтому этого я точно не вижу здесь ну ладно согрелись согрелись голод у нас терпимо давайте тогда попробуем с вами сейчас добраться все таки до нашей базы для этого я наверно попробую пройти может быть вот немножко на берег чтобы посмотреть что там за обстановку у нас минус одиннадцать но это уже лучше чем минус четырнадцать конечно так осторожно не надо так прыгать ой что это было что-то такое скакануло и у меня камера почему-то стала смотреть непонятно куда так вижу двух волков трех судя по всему трех да на час на час да что ж надо тут ноги делать друзья быстрее прям мало того что здесь холодно да еще и волки так три волка да я по сейчас взорванул надеюсь что успею пройти я думаю что нам следующим этапом в этой игре надо бы сходить все таки наверное на реки на реки и покрафтить все таки наконечники стрел потому что теперь у нас есть тепло имею ввиду одежда теплая и необходимо просто заготовить себе приличное количество наконечников наконечников так иначе лук просто так простаивает оружие огнестрельное я пока не использую особо я в начале использовал конечно когда на этом на маяке отстреливался вот волков ну в любом случае можно его взять с собой да и пойти в печке сделать наконечники кстати надо сказать что я никогда в этой игре наконечники не делал поэтому будет мне очень интересно я думаю попробовать это сделать тем более все мне настоятельно советуют это сделать так друзья я что то смотрю что не вижу пока уже почти пришел поэтому не буду напрямик заходить туда я попробую осмотреться немножко хотя бы хотя бы немножко осмотреться вроде нет никого куда делся интересно волк с моей стрелой а это все ветки правда я честно говоря переживаю переживаю насчет того что не дождусь ли я прихода волков сюда что было бы не очень хорошо но так друзья пока никого нет пока не так вот уже тут на меня агрится вон 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 машина вижу машину вижу волка и вижу машину как буду собирать около машины вон те чего не так хорошо видит все-таки увидел не на хорошо что это не пошел потому что так вот сюда сяду да здесь как-то а еще здесь еще у нас так минус 1 но это неплохо дождем пока пройдет а вот он да это вот это плохо потому что я совершенно не вижу что у меня там сзади происходит но в любом случае да местечко не самый лучший каждый выживание казалось но елки-палки так что делать то здесь спасаться в тот дом чем этот дом так вот что если о ту дверь выйду она не успела ну что ж то ладно одежду плавали ну что-то тебе сдохни все все друзья ну раз и пришлось запарать его на запарять его на этим ножом что делать по-другому что ж спасибо вам большое за внимание давайте на этом мы остановимся лечить раны лечить нечего пока в общем будем восстанавливаться следующей серии а я прощаюсь с вами до новых встреч с вами был григорий пока